всем привет устаночек был куплен примерно в девятнадцатом году долгое время стоя приехала за стола вот конечно разобрал убирать маленький так как перебирать буду все затем дефектовку осмотрел все что есть зачистил от краски и потом отправил на перешлифовку в мастерскую дести это владелец формочек метрик все прекрасно за отшлифовали можно что большое спасибо перегрунтовал покрасил здесь это можно видеть что шкивы переделаны под поликлиновый ремень переделаны гайки есть отдельное видео я здесь показываю может быть ссылку сделаю в описании к ролику гайки шпинделя тоже тут пределами это протачивается центральное отверстие для крепления шагового двигателя для поперечной подачи здесь видим шаговый двигатель выше time belt ремень вот вешать реночки чехол здесь за кадром протачивается заготовка под будущий лимб подробно здесь не показываю как бы лимб поперечки есть и видео на канале еще про лимб изготовление в принципе все то же самое вот сначала заготовка потом насечки там сделано потом на чпу я делаю гравировочку вот так получается и и придет пришлось потому что которая пришла она была широкая на конечно было поудобнее для просмотра но она была больше диаметром там и забивать вот это суппорт не пропустился поэтому вот это вот плата для это наказывает шаговика на движение продольной оси сбоку можно увидеть и вот здесь мы сейчас видим этот шаговик а он стоит как раз на этой плате и стоечками прикреплен к основному вот это показано что он часть крепления та же схема вот это вот основная панель такая плато монтажная которая к торту прикреплена и потом как бы выставлялась она по подшипнику винта продольной подачи на этот винт был посажен подшипник парк была про . сделана подшипник посажен и соответственно шестереночкой это продать вот сейчас было на экране на токарке протачивался центральное отверстие и последовательной посадки подшипников для крепления экодера чуть позже еще будет сейчас тут на токарном протачивается шестеренка тоже ремень вот такая шестереночка получается это вот шестеренка на сам шпиндель она вот с таким с такой проточкой внутри садится и оказывается на одном уровне это вторая шестерня ответная на сам вал который будет сопряжен с энкодером один к одному они сделаны вот я собираю сажаю эту шестерню уже на вал который будет сопряжаться с энкодером с одной стороны шестерня потом два подшипника вот в этой толстой в толстом этом объеме металла там стоит за ней два подшипника на валу дальше будет энкодер с с с с с с с с Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так сделано... Продолжение следует... По требованию производителя энкодера... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пробный запуск... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И панели сверху, они пластиковые, которые покрывают этот корпус. И панели сверху. Почему вот такая форма для всей этой механики? Ну вот очень хотелось бы сделать что-то соответствующее эстетике станка. Потому что часто смотришь, как бы делается прекрасно вся механика. Но тяжело обычно сделать какие-то вот такие соответствующие станку. И у него плавные формы такие. Хотелось бы что-то подобное к нему. Чтобы не сильно испортить его внешний вид. Короче, верчусь, запутать хочу. Вот это была тестовая панелька такая. На которой я отрабатывал расположение кнопочек и саму работу отлаживал. Все, включим. А, забыл. Надо поставить режим внешний. Электроника. Понятно, что все этот проект. Ссылки будут на сайт цепемекера в описании к видео. Там же люди разработали Николай-67 там в сообществе. Разработали плату для дополнительных элементов, которые стыкуются с Ардуино 2560. Вот так он выглядит снаружи. Справа тут всякие резцы, там задняя бабка, плюнеты. С другой стороны, слева, там двигатель стоит асинхронный. Его, соответственно, частотник. Два модуля управления шаговиками. Вот так выглядит джойстик. В джойстике я покупал готовый питерский мастер делает. Очень мне понравилось. Вот таким образом установлена защита. Фигурные элементы пластиковые распечатаны. Очень прочно. Мне кажется, что достаточно для защиты вполне хватит. Хватит их прочности. Поэтому я не стал. Была сначала мысль алюминия сделать, вылетев. Но потом я не стал этого делать. Сходу не получилось. Добиваться не стал. В целом, это все, что я успел рассказать в первой части. Надеюсь снять вторую часть, где расскажу о настройке прошивки под средой Радуина. И про работу станка. Есть там некоторые неочевидные вещи. Пишите, вот у меня вопрос возник. Можно ли на современных контроллерах крутить их не электронным образом, а ручками. Потому что там в конце, на них, на концах, на морках возбуждается ЭДС. У шаговиков. И раньше, оно все палилось. Вот сейчас это так же происходит или нет? Если знаете, напишите. Всем хорошего дня. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем всего доброго.